привет зритель для такого слегка чаем она количество столько стопок как-то дохрена я тут как бы убралась и поняла что ну как бы я долго думала недели две я думала надо ли мне еще одну такую полочку я поняла что можно как-то наверное здесь убраться и полочка не нужно вот полочкой не нужно я вообще хотела как бы обозреть виниловые пластинки сказать зритель а дам за символическую стоимость то все но я так увлеклась уборкой а потом поняла что я вообще сегодня ни черта особо и не ела 2 бутербродика 2 на 12 орешков кищу 2 орешка бразильских два малюсеньких бутербродика часть конфеткой и все у меня там есть вкусные ладушки и вот еще стопки я сейчас долго-долго пыталась на футь на телефонах сфоткать но что-то у меня все никогда не так да не так обезьянка раненая хлебушка по моему это или хлебушка хрену знает нашла свои стопки черепа и у меня их две вспомнила что у меня есть маленькая замечательная чашечка да он там у меня диски всякие я разбиралась поняла что однажды их надо будет ну там кое-что есть обозреть и возможно только сказать адам по символической стоимости книжки у меня частично переехали вот здесь вот там меня я все-таки их решила поставить надеюсь это дуринда их не скинет загорел здесь у меня получилось как-то слишком свободно но она обычно прыгает со стола суда и выше там меня фиговина меряющие давление вон там у меня книжка раритетная которая есть в инстаграм не доставать не с руки тут флакончики пустые здесь если меня духи переехали на полку выше ничего такого сверхсекретного нету да вон-то фигня у кого в детстве такая фигня была отзовись в каментах камера он заряжается вот эту лавочку я потом вынесу там мешок с бельем которая в деревню пледик который облюбовал окошко пакет на обзор пустых баночек еды которые никак не обозрю вон там пакет стоит как раз этого винила и плоских голубых мягких или как их там дисков раритет на белье которое все никак не поглажу можете поплеваться в каменты ведь каждый человек 24 часа на 7 успевает выгладить кучу белья убрать каждую блоху с пола и вообще у всех идеальная чистота никто никогда не писает не какает не пукает зубы не чистит и не умывается короче тут какая-то очень допотопный раритетный рюкзак не рюкзак портфель и сумочка такая ну я сначала раньше сначала как бы моя тетя хотела его оставить там какие-то допотопные документы держали еще на механке но оказалось что был такой у мамы у нее на свой куда-то уже видать забрала это мамин портфелью молью пожранный не он короче нахрен не нужен еще допотопная какая-то сумочка хрен знает себя и в общем не дали добро это все-таки все выкинуть сначала мне жабы душила когда-то а потом я поняла что надо бы это уже выкинуть нахрен меня он туда прыгнула на эту полочку зеркальная красивая вазочка который мне мамина подруга одна одна из маминых подруг подарила когда-то он там и я ее фокусирую она за рома лампой я ее туда убрала потому что вот вот это животное то выглядит и и раздолбает я тут на 4 минуты уже наговорила я всего-то хотела удачно заснять эти стопки в инстаграм или в телегу написать типа для такого чаймана как я на количество наличие количества таких такого наличия такого количества стопок как-то странно кстати вот с розочкой это маме кто-то на работе потом по-моему подарил я выяснила что у меня 4 пары разных бокалов таких вот фужеров не знаю что это короче я считаю что это подсохну когда вот сок компот собираетесь там или под вино кто во что гораздо а еще набор из четырех бокалов тоже как бы под сок компот я про те четыре бокала совсем забыла у меня как раз начале года этого было дыре и мы с подругами в траве собирались и в итоге было 3 2 одинаковых один другой я забыла совсем что у меня вот тут стоят там на глубине сибирских руд 4 одинаковых таких бокальчиков наборчиком эти стопки ну не знаю фужеры фиг знает я может быть конечно не бодхисатт в этом деле но как-то до меня это вообще гиблый лес когда ко мне друзья приходят я могу и чашки достать под вино если им вдруг понадобится ну как бы я не догоняю что под что мне это не нужно поэтому я как бы в этом не бельмеса но они красивые ты тоже мамины не знает дарил кто-то в общем с розочками было 10 штук а этих шесть а остальные уже такой конкретно советский союз там какой-то хрусталь не хрусталь вон стакан какой-то есть я еще разобралась у меня была такая фиговина муж в кадрах она когда не была вот там на верхней полке над которой кошка сейчас сидит под иголочки но она треснула как выяснилось от старости но в общем я поняла что она уже того хотя вот у меня тут есть такая очень раненая с трещиной там даже еще дедушка ногой сажал видимо и заливал чем-то раритетная фигня с одной стороны она стоит жрать не просят другой стороны ну как бы продавать такое уже не я знаю что кто-нибудь наверняка купит там трещинки такие ну в общем пусть пока тут стоит потом если меня вдруг озарить что-нибудь то я ее куда-нибудь пристрою может в общем у меня там вот красная крышка это а я надеюсь деревянные 6 топок причем они какие-то слегка ну не совсем одинаковые несколько разные так вот у меня эти с красной крышкой две таких штуки там пуговицы еще какая-то хреновинка есть детского питания не все стояли между между смежи стой короче хреновиной с иголками на полке где сейчас кошка сидит там же еще мамин замок стоял он тот я его к цабы отдельно обозревала еще на рубеже сибирских руд муж в пятнадцатом или шестнадцатом году на механке еще там моих коллекциях скорее все он есть я все для него хочу какую-нибудь такую коробочку как бы купол такой ну как в музеях бывает подобное что-нибудь мы спрыгнули купол короче кукошка нельзя камеру трогать нельзя камеру трогать камеру трогать нельзя и расческу по возможности тоже купол какой-нибудь такой хотя бы даже из пластика прозрачного чтобы закрыть поставить но и ну как бы покрыто такое стоит ну все пока никак так вот иголки и расформировала по этим баночкам фиговину я выкинула смысле завтра выйти пойду выкидывать мусор отправила и так у меня освободилось еще место да на этот самый мольберт который я никак не открою не обновлю не порисую хотя мне тут несколько раз уже были такие идеи но что-то пока так до дела не дошло ну в общем зрители предлагают приглашаю тебя в каменты адекватно и не очень адекватно если ты да я помню про книжки вот на этой полочке другие книжки я постараюсь обязательно обозреть как-нибудь ну а если тебе зритель не охота ждать и вот совсем приспичило ты можешь подписаться на меня платным подписчиком и тогда я хошь не хошь а сделаю потому что меня это будет мотивировать а ты не будешь ждать 300 лет а сейчас эти зрители покажу вот по офигевай вот представляешь кошка но не сволочь ли я обожрала такую замечательную полочку я раньше думала что она там такое сидит и как-то хулиганит а она просто грызет и на меня коситься прям когтишка когда драл обои на меня косился или драл ковер и на меня косился но ковра на мою счастье больше нету потому что она его начала пожирать ну почти так же как губку допустим съела о да опять город кучка белья ну постельное белье там это пижамка какая-то вроде полотенечки я честно не хотела его брать в кадр но он все-таки лезет в кадр а ну как бы покажешь показала уже попобольцы прибегут не покажешь ну как бы попобольцы все равно прибегут час у меня как-то ну от силы уже я так поднимаю уже видимо даже старые какие-то хейтеры которые еще не знаешь их разбанила прискакали человек 10 где-то как говорится знаете про дурак про глупых людей глупые люди их мало но они создают такой большой шум что кажется будто их много вот и хейтеры такие же их мало но когда ты устал распахал восемь часов тайпа или еще чего-нибудь и читаешь попутно камен ты нам или с телефона или с ноута иногда это прям да кстати зритель ты не помнишь или не знаешь вот эту обезьянку мне подарил питерский друг в питере как раз мы гуляли с подружкой знакомой девчонкой с ним обезьянка сделала в германии это обезьянка была его родителей а у меня лет так на 16 старше так что это тоже такая раритетная обезьянка ладно я может попробую эту книжку сейчас достать раз уж я 10 минут уже говорю рука дрожит но если тебя напрягает ты можешь задонатить мне на фигню которая будет держать телефон и рука не будет держать смотри книжка тут ничего такого сверхсекретного если ты слегка тормозишь как я с голодухи то выставка пчел это не выставка пчел как в том плане что вот пришел ты на выставку а там куча пчел это когда выставляют ульи пчелами на улицу и вот 35 года прошлого века эта книжка ты кстати знаешь она такая дорогая по тем временам то я думаю по этим сейчас не менее дорогая цена 5 рублей 35 копеек а переплет 1 рубль 15 копеек вот так такие пироги вон там коробочка асмр на и помнишь ее зритель я ее тоже помню чашечку кстати эту месть из этого из франции привезла одна моя знакомая которая попутные переводчики учитель хранцузского эту хреновину и однажды обозрю в действии когда мне руки дойдут ничего короче зритель пока то я есть жутко хочу и кошка у меня тут камеру мониторит а я даже как-то отвлеклась что надо бы мониторить кошку которая мониторит камеру если есть чем поделиться в комменты welcome to hell до новых хоть